Итак, в сегодняшнем видео это будет видео из рубрики «Бюджетные классные находки». В этом видео будут присутствовать те продукты, которые я открыла уже в 2021 году. Что это за продукты, мы скоро с вами узнаем. А если вдруг вы случайно попали на это видео, добро пожаловать! Меня зовут Слава, вы на моем канале, а мы начинаем! Честно говоря, я не знаю, вышло ли уже к этому моменту видео такое первых впечатлений, потому что в этом видео будет присутствовать очень большое количество продуктов именно с того видео первых впечатлений. Почему я не знаю? Потому что я еще до сих пор на момент съемки этого видео не решила, буду ли я его монтировать или нет. Но в сегодняшнем видео этими супер находками я, конечно же, поделюсь. Итак, первый продукт, который будет открывать сегодняшнюю рубрику, это один из очень бюджетных продуктов из сегодняшнего видео. И это, конечно же, тон от белорусского бренда «Bellore Design». Это тональное средство называется «Party Foundation». Оно имеет очень-очень легкое покрытие, текстура у него такая очень жиденькая, достаточно жиденькая. Но у этого продукта еще дополнительно идет нестандартный объем, аж целых 42 грамма. У меня это средство в оттенке 6. И если же вы обладатель белой кожи, белоснежка, либо прям фарфоровая кожа, тогда я не уверена, что в этой линейке точно есть средство для вас. Я обладатель светлой кожи, я не скажу, что у меня оттенок прям фарфоровый. Нет, но он светлый. И оттенок 6 для меня оказался очень темным. Хотя в комментариях я читала, что девочке со светлой кожей им этот оттенок подошел. Для меня же нет, это очень темный. Предыдущий цвет и шел под номером 5. И скорее всего, что именно пятый номер идеально бы подошел. Это средство не проваливается в расширенные поры, если у вас таковы имеются. Степень перекрытия каких-то несовершенств на лице легкая. Оно очень хорошо выравнивает тон лица. И я обращаю внимание, что в последнее время производители нам все больше и больше представляют средств, которые имеют не полное покрытие, а ближе к легкому все-таки. Средство очень хорошее, очень достойное и действительно стоит бешеные копейки. Следующее тональное средство тоже от белорусского бренда, но есть один нюанс, что оно будет все-таки подороже. Но я его отношу именно к сегменту бюджет, потому что не так уж и дорого стоит. От Maybelline по ценовой своей политике недалеко ушел. Тем не менее, средство действительно очень классное, очень меня порадовало. И оно очень-очень схоже с конечным результатом, с одним из моих очень любимых, горячо любимых тональных средств, но уже от греческого бренда. Итак, это также тон, тон флюид, как заявляет производитель от бренда Bernovich. Я думаю, вы давно уже знакомы с известными спарклами от этого бренда. Я являюсь одним из очень-очень больших поклонников этих спарклов. И решила все-таки попробовать их тональное средство. Меня порадовал этот продукт. У него одушка такая цветочно-сладкая, но вполне возможно, что далеко не каждому эта одушка понравится. Но хочу встать на сторону этого средства, что эта одушка, она очень-очень быстро выветривается. Тон очень легко ложится на кожу такой вуалькой, он не проваливается в поры. Он даже имеет очень-очень легкий эффект блюра. Это средство увлажняющее. Если вы обладатель сухой кожи, я более чем уверена, что это средство вам понравится. Я даже обладатель такой комбинированной кожи, склонной к жирности, и все равно мне тон понравился. Но у него есть такие маленькие нюансы. Его обязательно нужно фиксировать пудрой, иначе если где-то легонечко, может даже не совсем легонечко, но если где-то небольшим таким движением пальчика пройтись по личику, этот тон можно снять с личика. Но, тем не менее, на лице оно красиво смотрится, оно имеет естественное свечение кожи. Это не слишком такое влажное свечение, это действительно именно естественное свечение кожи. Кожа моментально выглядит такой здоровой, посвежевшей. Тон общий, тон лица выравнивается, и его на лице практически незаметно. Очень достойное и хорошее средство. Объемом 30 мл. Единственное, что растяжка оттенков у данного бренда небольшая, всего лишь 3 тона. Не будем далеко уходить от кремовых продуктов, поэтому я вам сейчас представлю кремовые румяна. На самом деле, эти румяна от этого бренда уже давно существуют. Мне кажется, они запустились именно в 2020 году. Но так исторически сложилось, что я вас познакомлю с ними именно в 2021 году. А возможно, вы уже с ними знакомы. Это кремовые румяна от бренда Maybelline Cheek Hit. Я бы даже больше сказала, что это не совсем кремовые румяна. Они мне очень напоминают румяна Кушон. Единственное, что они идут чуть-чуть в другой упаковке. Румяна идут в двух оттенках. По крайней мере, то, что я видела на нашем украинском рынке. Это такой пыльно-розово-грязный оттенок. И ближе к такому персиковому... Не совсем персиковому. Он даже, я бы сказала, немножко ярко-персиковый. Но не суть. У меня именно грязно-пыльно-розовый оттенок. К сожалению, на упаковке я не нашла обозначения, какой именно это оттенок румян. Но я думаю, вы разберетесь. Это не так уж и сложно будет. Эти кремовые румяна, они настолько естественно выглядят на лице, что можно не отличить, что это ваш естественный румянец или это какой-то косметический продукт. Если же человек не в теме бьюти, то он точно не отличит. Эти румяна можно наносить и без тонального средства. И это будет смотреться вполне уместно. Если же у вас действительно идеальная кожа, которая не требует дополнительного нанесения каких-либо тонирующих средств, вам этот продукт точно понравится. Но точно так же эти румяна можно наносить и поверх тональных средств. Оно настолько естественно смотрится, настолько красиво. Они не супер пигментированы. Они имеют такую среднюю пигментацию. И они как будто, мне вот так и хочется сказать, что они тают на коже. Раз я уже затронула тему румян, значит я эту тему продолжу. Только сейчас я покажу румяна, которые имеют сухую текстуру. Эти румяна из сегмента бюджет. Бренд называется La Mel. У меня в руке две упаковочки румян. Одна действительно, которая соответствует этому слову. А вторая, которая соответствует этому слову, но не совсем. Я бы точно не согласилась с названием вот этого оттенка под номером 404 Taupe, что это румяна. Это все-таки очень-очень крутой и идеальный корректор, контур для светлокожих. А вторые в оттенке Pink 405. Действительно, имеют такой сочный, весенний, розоватый оттенок. Он ближе все-таки имеет холодный потом, нежели нейтральный, либо теплый. Но на весенний период я считаю, что это именно то, что нужно. Они очень красиво смотрятся на лице. Они добавляют такой юности, свежести, естественности. Я не скажу, что они полностью имеют естественный оттенок. Но почему-то это слово так и лезет в голову, когда я пользуюсь этими румянами. Изначально кажется, что они хорошо пигментированы, когда наносим на лицо. Но со временем, спустя где-то полчаса-час, они немножко теряют свой оттенок. И это на лице смотрится абсолютно уместно. А сейчас я хочу с вами поговорить об одном из моих самых-самых любимых продуктов среди декоративной косметики. И это хайлайтеры. Сегодня в этом сегменте я хочу вам представить два продукта. Один кремовый и второй рассыпчатый. Начну с кремового продукта. У этого продукта, у этого стика идет сразу два продукта. С одной стороны корректор, а с другой стороны жидкий хайлайтер. И это стик от бренда LCF. Это очень бюджетный бренд. И очень часто, извиняюсь за тавтологию, но говорю как есть. У этого бренда я действительно очень и очень часто нахожу нереально крутые продукты. У данного стика с одной стороны находится жидкий хайлайтер, аппликатор в виде спонжика. Очень удобно. С другой стороны здесь находится корректор. Я этот корректор использовала как консилер на зоне под глазами. И он вполне хорошо себя показал. Хорошо держался, не скатывался в морщинки, не пересушивал мне эту зону и не выглядел маской. Я действительно осталась очень довольна. У меня этот стик идет в самом светлом оттенке, оттенок 0.1. Если же вы светлокожая, это действительно тот оттенок, который вам подойдет. Если же у вас кожа слишком-слишком такая светлая, фарфоровая, то скорее всего, что светлого оттенка пигмента в этом продукте вам будет недостаточно. Что же касательно хайлайтера в этом продукте, то я безумно в него влюблена. Очень часто его использую именно в таких естественных, дневных, повседневных макияжах. Он красиво смотрится. Я этот продукт наношу родным спонжиком, точечными касаниями и уже дальше распределяю подушечкой пальца. Это средство как будто подтаивает и появляется вот такое натуральное свечение, естественное. Но еще дополнительно присутствует очень-очень-очень мелкий шиммер. Смотрится это все абсолютно гармонично, натурально, красиво. Я нереально довольна этим средством. Я действительно у этого бренда очень часто нахожу достойные продукты. А второй хайлайтер, который покорил мое сердце и мою душу просто моментально, как только я его взяла в руку. Хотя вот эта зеркальность, она не передается на тех фото, которые я видела в комментариях под данным продуктом. И это рассыпчатый хайлайтер от белорусского бренда Le Touage. Вы только посмотрите, какая зеркальность моментально видно с другой стороны этой упаковки. К сожалению, на упаковке не указан объем, но насколько я помню, мне кажется, что здесь идет 4 грамма продукта. Я могу ошибаться. Это нереальный зеркальный блеск на теле. Этот хайлайтер можно использовать не только в качестве хайлайтера, но и в качестве очень крутых зеркальных теней для подвижного века. Я этим продуктом мега довольна. Этот продукт чем-то очень схож на мой любимый хайлайтер от Наташа Днона. I need a new glow. Но у этого хайлайтера намного, намного больше зеркальности. Его не нужно много набирать на кисточку, нужно этот процесс очень контролировать. Если вы не хотите прям зеркала на теле, тогда следите за тем, чтобы на кисточке находилась такая прям как легкая пыльца. И даже вот эта легкая пыльца оставит очень красивый и явно видный след на вашем теле. Безумно крутой продукт. Я очень-очень довольна, что в этом году я познакомилась с этим брендом. И не уходя очень далеко, хочу от этого же бренда вам представить не менее интересный продукт, только уже компактные тени. Тот же бренд Le Tewash. У меня тени в оттенке 516. С другой стороны упаковки здесь есть зеркальце, что очень удобно, если вы любите в свою косметичку бросать такие продукты, чтобы в течение дня, возможно, где-то что-то подправить. Особенно если вы обладатель жирного века и у вас очень часто тени скатываются, то действительно очень удобно. Данная линейка компактных теней имеет очень хорошую и интересную растяжку оттенков. Я же все-таки остановилась на таком весеннем оттенке, тем более, что сейчас очень большое количество производителей декоративной косметики, особенно в области палеток теней, акцентирует свое внимание именно на таких пыльно-розовых, весенних, мягких пастельных цветах. Вот эти тени будут дополнительной украшалочкой, если у вас уже такие матовые оттенки имеются. А сейчас внимание те, кто любит что-то нестандартное и любит выделяться. Это жидкий глиттер, но глиттер с такими реально большими блестками. Если вы любите делать какие-то макияжи для фотосъемки, либо же даже в люди вы готовы выходить с такими яркими, броскими, интересными и сиять так, чтобы видно было прям из космоса, тогда этот продукт точно для вас. Это жидкий глиттер от бренда Lamelle, линейка Your Secret. В этой линейке есть очень много достойных продуктов, но сегодня мы будем говорить именно об этом глиттере. Производитель нам указывает, что мы можем его использовать на лице, на щеках и на глазах. На глазах я, конечно, не рискну его использовать, потому что уж очень крупные блестки. И они, когда пальчиком наносишь, они чувствуются. Это не такие прям мягкие блестки. Но если наносить как хайлайтер на скулу, либо где-то в области личика, это смотрится очень красиво. Особенно для фотосъемок это что-то нереальное. Тем более, что мы какие-то фотосъемки делаем не каждый день, но иногда хочется чем-то приукрасить, не хочется много на это тратить средств. Тогда прошу, обратите внимание на жидкие глиттеры из этой линейки от бренда Lamelle. У меня жидкий глиттер в оттенке Opal. Это идет такая белесая основа, но она не прям выбеливает, она как будто на коже немножко подтаивает и становится полупрозрачной. Блестки, они уже имеют такой розовый отлив, основной розовый цвет, но дополнительно голографический перелив идет в голубой, желтый и немножечко где-то зеленцы. А если же вам компактных теней недостаточно, тогда я представлю вашему вниманию палетку теней от бренда Glam Bee. Вы только посмотрите на это оформление. Тут только оформление уже стоит вашего внимания. Дополнительно здесь есть еще вот такая цепочка, что можно носить вот эту палетку теней как клатч. Конечно же я этого делать так не буду, но такая возможность у данного продукта имеется. Цветовая гамма данной палетки, она крутится вокруг таких естественных оттенков, которые нам в принципе привычны. Это коричневые и такие розово-красноватые оттенки. Также в этой палетке присутствует глиттер, но глиттер я все-таки не рискнула использовать на глазах, поэтому не могу дать отзыв по поводу него. И второй такой продукт, который я бы сразу из этой палетки выбросила, это уже такой очень-очень крупный глиттер, но он очень жесткий. Вы даже когда туда пальчик опускаете, вы чувствуете вот эти острые концы этих блесток. Поэтому, ну вот не все так сказочно, как хотелось бы, но все остальные оттенки матовые очень хорошо тушуются. Особенно если вы не обладаете какими-то особыми навыками нанесения макияжа, макияжа глаз, вам эта палетка очень сильно зайдет. Даже мне она очень и очень понравилась. Для естественных, нюдовых, офисных, повседневных макияжей, для макияжей с эффектом без макияжа, это идеальная палетка. Но точно так же здесь есть металлические такие шиммеры, с которыми можно поразвлекаться. А еще интересно, что металлические оттенки из этой палетки имеют такую приятную кремовую текстуру. Очень достойная, интересная палетка. Даже если вы ею в дальнейшем пользоваться не будете, вы только посмотрите на это оформление. Она точно станет украшалочкой на любом бьюти-столике. И чтобы завершить нам сегодня нашу бюджетную косметичку, я бы даже сказала для новичка, я хочу вам представить последний продукт. Что нам с вами осталось? Конечно же, накрасить реснички. Поскольку у нас все такие натуральные, нюдовые продукты, поэтому я свое внимание заострила именно на том продукте, который дает такой естественный финиш на ресничках. И эта тушь от бренда Pets White. Если же вы ожидаете какого-то супер объема, супер удлинения, не стоит. Эта тушь именно для таких естественных, дневных, нюдовых макияжей. Она делает ваши реснички лучше, чем они есть на самом деле. Есть небольшое, совсем слегка удлинение и небольшой дополнительный объем. Эта тушь все-таки предназначена именно для таких легких, красивых макияжей. С эффектом макияж без макияжа. У данной туши кисточка идет натуральная. Объем продукта 9 мл. Это достаточно хороший объем. Необычно такого объема хватает приблизительно где-то на месяц-полтора. В зависимости, как часто я ею пользуюсь. И щеточка, она не сильно толстая. Действительно очень хороший, достойный продукт. Если вы знаете тушь очень известную от Vivienne Sabo Cabaret, то она чем-то очень на нее схожа. Ну что ж, сегодня я вам сделала такую подборку очень классных бюджетных продуктов. Подборка, которая очень хорошо будет в тему именно бюджетной косметички для новичка. Но возможно даже и профи что-то из этого в видео очень и очень оценят. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным, полезным, возможно развлекательным. Не забудьте его оценить пальчиком вверх. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, дергайте за колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А на сегодня я с вами прощаюсь до следующих видео. И желаю вам блистать так, чтобы видно было не то, что из космоса, а из другой галактики. Пока, лисички!